В спортивном зале районного дворца культуры состоялись чемпионаты первенства Сахалинской области по кикбоксингу и турнир памяти героев Великой Отечественной войны Петра Ильичева и Николая Вилкова. Региональные соревнования собрали бойцов с Южно-Сахалинска Тамари Смирных и Ахи. Более 50 участников показывали мастерство на ринге. Уже не первый раз приезжаем в Аху на соревнования. Изначально мы организовывали только открытый турнир в Сахалинской области, а в этот раз у нас уже прошло чемпионаты первенства Сахалинской области плюс открытый турнир памяти Ильичева и Вилкова. В принципе соревнования прошли достаточно хорошо, хотя было очень много препятствий прежде чем провести это мероприятие в связи с пандемией COVID-19. Но Роспотребнадзор нам все-таки согласовал и департамент института спорта Сахалинской области, все нас поддержали. Поэтому данное мероприятие прошло, все меры предосторожности мы провели, и термометрия была, и масочный режим, и обработка антисептиком, и зрителей не было. Ни открытия, ни закрытия, как бы все четкое, ограниченное. По оценке участников и организаторов турнир прошел на высоком уровне. Судейский корпус выполнил свою работу на отлично. Протестов не было, травм тоже. Уровень спортсменов растет, уровень подготовки ахинцев, поэтому вообще будем просто, можно сказать, да, на данном мероприятии Чернышев Анатолий, воспитанник Грузиневича Никиты, выполнил норматив кандидата мастера спорта. Поэтому уже вам есть чем гордиться, помимо того, что кто-то выполнил юношеские спортивные разряды из ребят с ахинцев, уже у вас есть кандидат в своей копилочке. И развитие кикбоксинга, оно на Сахалине, как бы достаточно такое интенсивное. Большинство спортсменов, участвовавших в соревнованиях, это члены Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» и участники секции «Тэквондо» тренера Дениса Свириденко. В общем командном зачете мы заняли первое место. У нас 9 золотых медалей, взяли количество, и кубок областной. Воспитанниками доволен, но не всеми можно и лучше, конечно. Соревнования прошли хорошо. Плохо только то, что не было зрителей, родителей, все в закрытом режиме, очень строго. Никто не болел фактически, кроме своих. Но все равно соревнования должны такие проводиться для роста спортсменов. По итогам турнира победителями в своих возрастных группах из ахинцев стали Никита Андреев, Александра Милютина, Денис Климанов, Виктор Карасов, Андрей Ковалев, Анатолий Чернышев, Матвей Бородин, Виктория Горошилова и Виктория Черкашина. Победители и призеры соревнований награждены медалями и дипломами. Продолжение следует...